Всем привет, дорогие друзья, с вами Дэн Кару, и сегодня мы с вами будем играть в Террарию. И давайте сразу же начнём, потому что я буду обещать вам, пока я начинаю игру. Так, как вы видите, да, я сейчас буду это делать быстро, потому что поскорее бы начать игру и записать побольше именно игры, а не менюшки. Как видите, здесь так же, как и... Да, кстати, у меня именно купленная версия Террария, так что я не пиратил её. Как видите, тут, как и в Майнкрафте, есть ваш персонаж и ваш мир, который генерируется абсолютно рандомно. Давайте сразу... Он уже у меня сгенерирован, как вы видите, и мы сразу же начнём игру, а походу я вам буду объяснять вообще, что к чему. Итак, Террария, это игра, которая... Кстати, это забавно, я заспавнился в горном биоме, о, в истинном биоме. Так, ага, интересно. Так, ну, Террария, собственно, это игра, которая... Мир которой состоит из блоков, как и мир игры Майнкрафт. В чём её отличие? Ну, наверное, всё-таки в том, что она 2D игра. Это первое отличие. Второе отличие, это огромное разнообразие... Как бы это выразиться? Огромное разнообразие... Я не знаю, но, короче говоря, в ней намного больше событий происходит, нежели чем в том же Майнкрафте. Здесь, к примеру... Сейчас, постойте. Раз, два, три... Четыре, пять, шесть... Семь боссов! Целых семь боссов! Надеюсь, я не забыл никого. Но, вообще, да, в ней целых семь боссов. Так что, целей у нас просто очень много. Но, для начала, нам... Вот, перед любым боссом, то, что нам нужно, это именно золотая броня. Ну, до неё, конечно же, тоже очень далеко. Так что, самое-самое-самое, да, и первое, что мы добываем, это, ну, на самом деле, дерево, как и всегда. Но, потом мы будем добывать уже более крутые ресурсы, скажем так. Но, даже для того, чтобы сразиться с первым боссом, уже нам нужна золотая броня будет. Которой мы будем истремиться всю... Начало этого... Вот, с пояска, скажем так. И, кстати, у меня очень большие лаги в пустынном бионе. Я не могу понять, почему. Но, почему-то у меня фпс сразу же проседает. Какой-то я захожу именно вот на локацию с пустыней на поле. Я не понимаю, почему. Сейчас я пробегу немного вперёд. Так, гриф мы соберём. Пробегу немного вперёд, и... Я не понимаю, почему здесь вообще пустын, на самом деле. Да, фпс поднялся. Виде... Я не знаю... Совсем с... Что-то как-то странно, у меня, по-моему, мир сгенерирует. Но, в любом случае, вот это очень хорошее место. Здесь есть немного камня. На открытых пространствах, да. И лес, вроде бы, у меня не лагает здесь. Уж простите, не знаю, что мне просто делать. Совсем. Но, опять фпс прочитать. Ну, что ты будешь делать? Так, ну... Собственно, я думаю, мы сначала нарубим около стака дерева. И разобретаем площадку для дома. И... Нам нужно будет ещё много слижин. Слиж нам очень понадобится. А вот и слижин. Для создания факелов. А факелана понадобится в пещерах. Ну, что такое у меня было? Ну, два дела. Это потому, что у меня кинжал, а не нормальный меч. Я думаю, нам... Да, это... В этом заключается вещь крафт. Просто заходишь в меню, крафтишь всё, что твоё, всё угодно. Так. И сразу же с крафтами. Поставим на четвёрочку. Да, у меня опять лагает. Знаете что? Давайте я сейчас отключу запись и вернусь буквально через мгновение. И так я, собственно, вернулся. Я... Ох ты ж. Да, странно. Сейчас я ощутил, что как будто бы просто... Ну, нереально перебрал с магией иллюзии. Потому что это была просто настоящая невесомость. Я просто взлетел. Парил в воздухе. А, гелия у нас маленькая уже. Вся равно фпс прощадает. Я просто не знаю, что с этим делать. Это на самом деле очень ужасно. Я вижу, что у меня интернет опять отключился. Уж не знаю, что сегодня происходит. У нас сегодня то свет, то интернет. Это невыносимо на самом деле. Так, гид от нас уже был. Ну, я опять... А, да, я опять на стыке биомов. Я отойду от него. Я совсем забыл, что здесь ты после перезагрузки мира ты появляешься не там, где ты остановишься, а на кровати на спавну. А так у нас нет кровати, мы появляемся именно на спавну. Как мы видим, солнце уже в жените, так скажем. И нам нужно уже начинать строить наш прекрасный дворец. Ну, или не дворец. На самом деле я планировал просто коробочку построить. Да что ж такое? Я просто не представляю, что я буду делать со всем этим. Потому что лаги просто невыносимы. Это фрапс такой или что? Я не знаю. Думаю, мне стоит подыскать программу, которая не настолько сильно, как фрапс, снижает мой фрапс. Потому что я уверен, что такое и есть. Может быть, не знаю, что-нибудь. Что-нибудь, что менее снижает фрапс. Камень нам обязательно понадобится для создания печки, которую мы создадим сразу же. Потому что печка нам понадобится для чего? Для переплавки ресурсов. Для чего нужна переплавка ресурсов? Для того, чтобы у нас были ресурсы. Так. Дальше, для чего нам нужен молот? Молот нужен для того, чтобы снижать всякие вот... Во-первых, стены. Как вы видите, да? А во-вторых, для того, чтобы снижать предметы. То есть стулья, столы различные. Псязательские и подобные вещи. Так, и я думаю, что мы сразу же приступим к постройке нашего дома. Потому что соса уже опять раздохнует. Я буду даже не винить. Вообще, дом лучше сразу строить широкий. Чтобы в него вместилось абсолютно всё. Потому что с него что-то не будет вместиться. Будет очень-очень грустно. И я опять же брудель. Гениально просто. Гениальное решение. Слайм, уходи. То есть.